Мы продолжаем рубрику «Письма наших телезрителей». И в этом выпуске программы «Простые истины» мы поговорим о тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Моему сыну 24 года. Недавно он оказался в тюрьме. Я не могу в это поверить. Он всегда хорошо учился, закончил вуз, отслужил в армии. Сейчас я одна со своей бедой, потому что муж не хочет общаться с сыном, считает, что он опозорил семью и подал плохой пример младшему брату. Сможет ли мой сын вернуться к нормальной жизни после освобождения? Отец Сова. Здесь, на территории исправительной колонии, находится храм, который освящен в честь благоразумного разбойника. А почему именно благоразумный разбойник? И кто это? Что это за человек? Благоразумный разбойник – это тот, который был распад вместе с Господом на Голгофе. Один из двух разбойников. Один разбойник, который неблагоразумный, хулил Господа, насмехаясь над его божеством. А другой – благоразумный. Защищал Господа перед хулителем, говоря, «Или ты не боишься Бога, когда на такую казнь осужден? И этот человек ничего худого не сделал, а на такую же страшную казнь осужден». И говорит Господу, «Помяни меня, Господи, во царствие Твоем, когда придешь в царствие Твое». И Иисус ему отвечает, «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю». И вот по преданию церкви благоразумный разбойник первый вошел в Царствие Небесное из простых смертных людей. Тем более еще и грешник. Это пример на все времена, как Господь, кающегося грешника, прощает. Есть в нашем храме недавно написана особенная служба с акафистом благоразумному разбойнику. Эта служба научает терпеливо переносить крест своей жизни, наказание, как крест за содеянные грехи. И учит тому, что кто безропотно переносит это, тот получает спасение. А кто был инициатором строительства этого храма, и как давно это произошло? Инициатором строительства этого храма является батюшка Зосима Сокур, настоятель нашего, основатель нашего монастыря Святого Никольского. Этот храм есть плод его очень трудной молитвы ночной, когда он в болезни. В ночной молитве Келейной своей успевал заботиться и переживать не только за свой будущий монастырь, но и за судьбу православия на Донбассе, да и на всей Украине. А для заключенных, говорит, нету помощника, нету возможности им прийти к покаянию. И он очень скорбел об этом. И в те времена тогда приезжали к батюшке и администрация Донецкая, и МВД. И тогда по подсказке батюшке Зосимы и начали строительство этого храма. И 17 декабря 2003 года, в день памяти великомунщицы Варвары, этот храм по благословению владыки нашего, митрополита Иллариона, был освящен. Вот участвовали в строительстве донецкие бизнесмены, а строили руками своими сами осужденные в этой колонии. А что такое тюремное служение и чем оно отличается от привычного нам всем в обычных храмах города, села? Тюремное служение преследует цель, самую главную, это призвать осужденных к покаянию, показать им милосердие Божие накающимся грешнике. И это основное. А так церковь, она одинаково служит везде. Самое главное здесь исповедь, причастие, молебны совершаются о здравии сродников, о самих осужденных. Основное время занимают исповедь, поэтому в это время, пока священники исповедуют, заключенные сами читают молитвы, акафисты. Потом совершается молебен водосвятный и, причащая народ, и окропляем воду святую. Отличие в том, что не такая торжественность, потому что нету певчих здесь, потому что сами они не способны петь. Если кто-то бывает способный, то освобождается, вот нету певчего. Но в дни, когда нам в престольные праздники, в большие праздники, на Пасху, на Рождество, нам удается братью собрать монастырскую в достаточном количестве, чтобы совершить полную литургию. Так вот мы совершаем. Так практически ничем не отличается от обычной церковной жизни. Как часто здесь проходят богослужения? Здесь мы собираемся раз в две недели по четвергам. Хотелось бы чаще собираться, но мы в силу удаленности своей монастыря от этого места не можем так часто. А есть храмы тюремные, где священник поближе живет. Он каждую неделю там совершает службу. И опыт показывает, что еженедельная служба гораздо лучше сказывается на духовной жизни заключенных, организовывает их молитвенно и дисциплинирует молитвы. А какие требы чаще всего заказывают ваши духовные чадо? И с какими просьбами обращаются к вам? В основном просят молитв о сродниках своих, о женах, о детях, о родителях, у кого еще они живы. Иногда о упокоении друзей, близких. Около пяти раз в году совершается крещение. Около пяти человек в год мы крестим. Из тех, кто не был еще крещен, обращаются, понимают, желают приступить ко Христу и получают здесь крещение. А как вы причащаете тех заключенных, которые болеют какими-то легочными заболеваниями? Медицинская служба здесь, которая выявляет тяжелых больных, то и отправляют на особенную зону номер 3, туберкулезную. Там особенные правила. Ну а общее правило, что если есть такие больные, то они последними причащаются, подходят к чаше. А вообще не было в истории церкви, чтобы какое-то заражение передалось через чашу святую. Даже случаи исторические, когда в прошлом еще веке, позапрошлом, в Диевеево принимали тюфозных больных, то они там выздоравливали, даже не имели никаких лекарств, и причащались наравне со всеми, и выздоравливали от этой болезни. То есть святая чаша, сам Господь управляет ею, и когда ты с верою причащаешься с глубокой, то причащаешься тело и крови, если не сомневаешься, то Господь тебе подает тело и кровь Христову. Никакую болезнь, а жизнь вечную и здоровье. Скажите, есть ли какие-то особые молитвы о тех, кто находится в местах заключения? И есть ли какие-то молитвы для самих заключенных? Есть чинопоследование молитвы о заключенных, находящихся в узах. И в этой молитве, молебной пении, и спрашивается у Господа помощь и скорейшее освобождение заключенного. Но такие молитвы, как по подобию апостола Петра, который был изведен из темницы чудесным образом ангелом. Но такие молитвы больше подходят для христиан, находящихся в гонении, претерпевающих узы за Христа. А в нашем случае больше подобает молиться о вразумлении заблудших и о полном их покаянии. Существуют молитвы и святым угодникам Божьим, которые как-то были связаны с тюремным заключением и перенесли его. Например, Иоанн Креститель, который в темнице окончил жизнь свою, ему молитва есть для заключенных. Есть известный, например, что преподобный Петр Афонский был чудесным образом изведен из турецкой темницы святителем Николаем Чудотворцем и святым Симеоном Богоприимцем. И им молятся о том, чтобы были они изведены из темницы в свое время. Молятся святой мученице Анастасии Узрешительницы, которая имеет благодать помогать в узах. Всякие нужды, чтобы не нуждались ни в чем, чтобы не умерли. Вот такие молитвы молятся великому ученику Целителю Пантелеймона и другим бессребренникам о здравии заключенных. Скажите, а как помогает наличие храма здесь в исправительной колонии для осужденных? Меняются ли их взгляды на жизнь? Храм и литургия – это отдушина для осужденных. Известно, что они находятся в большом стеснении здесь. Здесь они стеснены режимом, принудительным соседством с людьми, которые могут быть им неприятными или враждебно настроенными на них. Постоянно приходится вовлекаться в какие-то разборки. Нужно доказывать свою силу. Это постоянное напряжение и нервы. А здесь они попадают как в иное измерение. Как сказано в каноне молебна Матери Божией, пространство в скорбях дала Матерь Божия нам. И здесь они получают это пространство. Здесь они получают выход к Богу. И могут почувствовать себя человеком таким, каким Бог его создал. И это, конечно, забываются все эти дрязги, все эти ссоры, напряжения. И человек обретает Бога. И в этом очень большое утешение для тех, кто приходит сюда. Ограничивается ли духовная жизнь заключенных теми днями, когда приезжает сюда священнослужитель или нет? Мы приезжаем раз в две недели. Но это не значит, что только в эти дни они ходят на службу. В остальные дни они практически каждый день приходят сами, совершают утренние молитвы, читают акафисты. Ну и кроме того, для спасения мало посещать храм и молиться в нем. Нужно еще и жить по-христиански. Какой-то труд объединяющий должен быть христианский. И здесь поэтому образовалась община. И братья здесь стараются жить общинно, стараются выстраивать друг к другу братские отношения, трудятся вместе. Первым объединяющим трудом было строительство храма, когда все приходили по мере сил участвовать в строительстве храма. Все это своими руками они построили. Вот потом, последующие ухаживают за территорией, насаждают цветы здесь, ремонты храма. В настоящее время действует артель по производству икон. Так вот постепенно братья здесь трудятся и живут по-христиански, стараются. А сколько человек насчитывает община? Человек 20-30 приходят на службу. В праздничные дни, конечно, на Пасху и по 300 человек приходят. А какова судьба ваших прихожан после освобождения? Что происходит с ними? Освобождение из колонии – это очень большое искушение и для верующих, и для неверующих. Громаднейший мир соблазнов ждет их на пороге свободной жизни. Мы знаем все эти красочные алкогольные витрины, доступность к наркотикам. И все хочется попробовать, и достаточно одной рюмки, чтобы в конечном итоге снова вернуться сюда за решетку. Помним, что это колония строгого режима, что означает, что сюда приходят второй или третий раз уже когда. То есть рецидивисты. И от этого никто не застрахован. Кроме того, очень трудно им трудоустроиться в новой жизни, потому что на работу боятся их принимать, не доверяют. И множество этих соблазнов, которые все мы грешники, не можем преодолеть. Власть так сильна, греха над нами, что мы не можем противиться искушению. И я знаю человека, который был зависимым от наркотиков и понимал погибельность этого своего заболевания. Молился Богу о том, чтобы он помог ему избавить. И шел, собирал эти наркотики и молился, плакал со слезами. Помоги Господи. И после такой молитвы вдруг попадал в тюрьму. И понимал это как ответ Божий на его молитву. Он благодарил Бога и с верою глубокой уже жил в тюрьме. И здесь, когда не имеет доступности к наркотикам, доступа, проходил ломку с молитвой, с верою Бога. И, что называется, спрыгивал с наркоты и стал сочетанным глубоко верующим. Выходил на свободу, связывал жизнь свою, связал с церковью и даже стал священником. И таких, наверное, не один. И для тех, кто вот выходит и остается с церковью, жизнь с церковью свою поддерживает, те удерживаются от погибельных страстей. Одна из наших телезрительниц из города Мирнограда Донецкой области прислала нам письмо, в котором рассказывает о том, что ее сын попал в заключение, попал в тюрьму. Она задает один единственный вопрос. Возможно ли счастливая полноценная жизнь после освобождения ее сына? Все зависит от человека. Тут необходимо покаяние человека. Не просто исповедь, а изменение своей жизни, изменение своей воли. То есть у нас таинство покаяния на две части как бы разделяется. Мы исповедуем свои грехи, а потом еще нужно покаяние приложить. Покаяние – это изменить. То есть то, что привело тебя к греху, твое решение, твоя воля к этому греху, стремился к сладости, к этой порочной, то нужно свою волю поменять. То есть изменить свое ум, настроение ума, направление воли своей. А это труд. Труд такой, как на кресте распяться. Как это был распят благоразумный разбойник. Как с помощью креста мы переживаем все это. И когда ты победишь себе эту страсть и твердо решишь больше не приступать к этому, то Господь и помогает. Господь таинство покаяния оставил нам на последние времена, чтобы мы могли именно исправиться. И те люди, которые выходят и уже не приступают к этому соблазну, отказались полностью от него, то они нормальны и трудоустраиваются, и в социальное общество входят, адаптируются. Вот все возможно для человека с помощью Божией. Только нужно очень глубоко верующим оставаться, взирать, уповать на Бога. Как Вы считаете, исправительная колония действительно помогает людям исправиться? Сама по себе колония не помогает исправить человека, но она такую возможность предоставляет для желающих. То есть она ограничивает доступ к страстям, разрушающим человека, к алкоголю, к наркотикам. И если человек воспримет это как помощь Божию, то колония ему поможет исправиться. А если человек будет упорствовать во грехе и считать, что закон, люди, да и сам Господь мешают ему исполнить его греховную страсть, то тогда колония, конечно, ему не поможет, потому что он будет всех считать виноват в своей беде, кроме себя. Многое зависит, конечно, и от сродников, которые встречают их там. Если окружить человека любовью, заботой и востребованностью, то, конечно, он будет отвечать тем же самым. Люди часто с осторожностью и недоверием относятся к тем, кто был заключен, кто отсидел в тюрьме. В то же самое время, как нам научиться доверять друг другу? Какие советы Вы бы дали? Доверяя человеку, нужно доверять Богу. Не доверяя человеку, мы не доверяем Богу, который принял его покаяние. Мы видим, как человек грешит, но не видим, как он кается. И если Господь его прощает, то почему мы должны осуждать этого человека? И есть много людей, которые случайно впали в это искушение, поддались греху. Ну и кроме того, мы сами должны понимать, что мы не лучше их. А возможно, что просто не создались такие условия и ситуации, в которых мы не поступили так же. Хотя часто бывает, мы в таком бывом приступе гнева, что готовы и убить. И только обстоятельства не позволяют нам. Поэтому вот отличие здесь такое. Мы молимся, думая, что мы хорошие. Я не убил и не украл, говорим, как бы, сердце своем, когда молимся перед Богом. А эти разбойники, и особенно благоразумный разбойник, он уже понимал, что ничего хорошего в нем нету, что он самый последний человек на земле, потому что такие страшные совершил грехи. И он молился уже, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. И такая молита была больше принята Господом, чем молитой тех, которые думают о себе, что они праведники. Так вот, мы должны помнить, что мы не лучше их перед Богом в глазах Божиих, а такие же точно люди. И второе, должны мы помнить, что человек есть образ Божий. Если мы будем помнить это и будем ценить образ Божий в человеке, то этот Божий образ и процветет в этом человеке. Если будем осуждать постоянно человека, то, конечно, просто он, как бы проклинаем его, и ему очень трудно из этих проклятий выбраться. Тут уже проблема всего общества наше социальное. И в церкви она вот разрешается тем, что мы в каждом человеке видим образ Божий. И этот образ Божий через нашу любовь воспитывается в каждом человеке. Что бы Вы посоветовали матери и сын, который попал в тюрьму? Посоветовал прежде всего терпение. Посоветовал бы веры. Веры в Бога прежде всего. Опираться в трудных ситуациях там не на кого. Священное Писание говорит о том, что надеющийся на себя, на свою плоть, он будет в проигрыше. Поэтому наша надежда лично Бога. А отвернуться, не отвернуться, однозначно нет. Как бы трудно не было, как бы виноват он не был перед матерью, матери нужно найти в себе силы и попросить в него прощения. Даже если она ни в чем перед ним не виновата. Возможно, именно это сможет растопить сердце этого человека. Терпение и терпение. Больше любви к сыну. Вы знаете, возможно, сын и не будет обращать некоторое внимание на это. Но, тем не менее, маме нужно быть в храме. Скажу своими словами, наверное, жить придется в храме, молиться бесконечно. Ибо только материнская любовь способна творить чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok